добрый день заказал на алиэкспрессе партию вот таких вот кабелей для huawei медиапад 10 full hd давайте распакуем и убедимся в том что они работают новую покупатель попросила продемонстрировать что он вообще работает вот он так упакован естественно все в китае сделано полочка аккуратненько здесь не даже такой обычный резиновый такой с проволочкой внутри штучки которые скручивают вот он естественно без всяких фирменных эмблем huawei подходит не только для huawei но и для некоторых моделей самсунгов и стандартный юсби никаких тут юсби 3 там это далее конечно речь не идет обычно просто юсби для занятки что мы делаем мы берем и втыкаем его в планшет так как кабель новый он сначала может слегка с усилием ходить да то есть вот здесь важно также не перепутать сторону которую мы его втыкаем вот иногда они могут вот ломаться если не той стороной его пытаться втыкать вот первый раз я пытался неправильно здесь сейчас уже правильно воткнул новый планшет соответственно сейчас он как бы после планшета старый кабель новый вот пробую включить планшет что-то не включается а вот он сейчас включился там есть какой-то заряд достаточный вот он пока загружается мы пока его подключим обычный и юсби порт вот компьютера включили и немножко подождем пока наш планшетик старенький 2003 года пока расскажу что на самом деле конечно планшета не очень уже морально устаревшие просто за четыре года конечно же появились более современные модели но в принципе как например gps навигатор вполне можно его использовать и у меня были случаи когда и шиншилла этот кабель перегрызала либо он ломался вот в этом месте обратите внимание что данной модели есть такое усиление поэтому в этом месте он не будет сильно перегибаться здесь дополнительно еще такой разный производители бывают вот действительно некоторые модели бывают очень тонкие кабели делают некачественная вот и не полностью даже заряжается то есть экономит на толщине вот этих обмоток видите да модель старенькая загружается долго современные планшеты телефона гораздо быстрее загружаются но сейчас он загружается у нас выводим ротик и смотрим что у нас происходит индикатором зарядки и увидим что он типа показывает что зарядки нет вот проблема может быть например в том что на данном парте недостаточная мощность то есть должна быть мощность для того чтобы отображал индикатор зарядки нормально 1000 миллиампер то есть здесь вот он показывает подключен аксессуар то есть на самом деле идет зарядка видите вот я сфокусируюсь тоже старенький аппарат еще более старенький чем этот планшет поэтому он не хочет фокусироваться вот идет зарядка usb почему же он не показывает такой восклицательный знак потому что мощности обычно usb порта на компьютере может не хватать поэтому нужно искать зарядное устройство на 1000 миллиампер вот то есть обращайте внимание это не тот ток который это максимальный ток который может выдавать если его попросят заряжаемое устройство вот здесь вот у нас на данном зарядном устройстве один ампер то есть или 1000 миллиампер плюс минус пять процентов вот давайте протестируем на вот этом зарядном устройстве сейчас отнесем просто там где у нас есть розеточка свободная все на одном дубле снимаем все по честному без обмана волшебника отключаем к этому зарядному устройству и что мы видим что идет зарядка все он упорно не хочет показывать вот этот восклицательный знак давайте попытаемся протестировать другой кабель из другой партии будет ли он более качественный вот или это проблема в планшете или может быть на данной модели таких восклицательных знаков не показывается так отключаем приходится делать это одной рукой вот другая модель она более специфическая вот она с таким вот разъем рисуночком давайте ее протестируем втыкаем опять же важно нужной стороной втыкать вот идет зарядка usb вот то есть почему-то для не оригинальных вот этих кабелей иногда может не показывать этот восклицательный знак то есть это не зависит ни от производителя кабеля производителя кабеля не от его цены то есть даже по разной цене покупал от разных производителей давайте теперь смотрим если уж мы начали сравнить эти кабели сравним какие они по длине то есть мы видим что даже по длине они несколько разные то есть бывает вот такая вот у них разная длина так что выбирайте какой кабель вам купить спасибо большое за внимание спасибо 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 спасибо